Жень, а давайте поговорим еще об одном его подельнике, еще об одном стратегии и тактике, о Лукашенко. Поскольку сейчас очень острый этот момент, ведет он войска в Украину или нет, да, и мы имеем на эту секунду отъезд посла Белоруссии из Киева, отъезд белорусских дипломатов, вот, в принципе, как бы порассуждаем, потому что Лукашенко отработанный материал с точки зрения, так сказать, его как политика. Ему пора, как все говорят, рассчитаться за помощь Путина, когда он фактически проливал реки крови на последних выборах, но он удержался благодаря Путину во власти. Вы знаете, давайте при всем моем уважении к белорусской оппозиции, при всем моем уважении к людям, которые выходили тогда два года назад, уж больше, чем два года назад, которые вот в 20-м году летом выходили на протесты в Минске, при всем моем уважении к этим людям, ну, реки крови там не было, реки крови сейчас в Украине текут. Все-таки, да, давайте будем оставаться там в рамках жестокой реальности. Знаете, если бы там, я полностью... Ну, Беля арестовывали, многие люди пропали. Знаете, не надо было сидеть на лавочках, в тапочках и в газетку подстеливать. Нужно было баррикады строить и свергать этого самого Лукашенко. Вот этот вот культ мирного протеста мне совершенно был тогда несимпатичен. И извините меня, братья-белорусы, я считаю, что вы тогда жестоко ошиблись. У вас был моментум, была вот эта вот... Разогнали протесты до такого момента, что если бы вы пошли в бой, они бы смешались и убежали. Вы дали им возможность передышки, дали им перегруппироваться. Ну, знаете, история не знает сослагательного наклонения. Я думаю, что у военнослужащих белорусских вооруженных сил нет решительно никакой мотивации умирать за Путина. Я думаю, что их боевой дух будет еще ниже, чем у сил российских агрессоров. Я думаю, что они начнут разбегаться гораздо быстрее, чем разбегаются некоторые подразделения российских войск. Я думаю, что у них нет вообще никакого боевого опыта. Все-таки российская армия воевала два раза в Чечне. И там среди командиров и начальников, и даже некоторых контрактников, есть люди, которые этот боевой опыт имеют. Другое дело, что, конечно, вот эти самые призывники и люди помоложе, они такого опыта совершенно лишены. А в белорусских вооруженных силах вообще никого нет, кто имел бы боевой опыт. Ну и давайте не будем преувеличивать. Вот, по-моему, со всеми 50 тысяч, это много, конечно, но это со всеми, знаете, тыловыми службами, службами обеспечения, всего боеспособных войск, ну, 25 тысяч от сил. И я думаю, что из этих 25 тысяч, 20 вообще не способны ни на что. Разбегутся там при первых же ударах байрактаров, при первых же атак артиллерии, ракетами, при первых же ударах мобильных разведывательно-десантных групп украинских войск. Так, кроме того, давайте не будем забывать о том, что если они пойдут на Волыни, то там сплошные болота и густые леса. И там, я знаете ли, уже не первую неделю наверняка украинская сторона готовится к возможному нападению. То есть они наткнутся, я думаю, на окопы, на укрепления, на окопавшуюся украинскую армию. Серьезно окопавшуюся, которая будет ждать их и встречать их. А если они пойдут через север, вот через Черниговскую область на Киев, ну, знаете, там их тоже ничего хорошего не ждет, потому что там уже и местное население ушло в партизаны. Те, кто остались, те, кто... А там все-таки достаточно много людей осталось, которые вместе с вооруженными силами Украины оказывают сопротивление, в том числе действуя мелкими мобильными группами. Там, по-настоящему, там одна единственная дорога есть через Чернобыльскую зону. И опасно. Проблем добавит, добавит. Но давайте не будем краски сгущать. И потом, понимаете, я вот точно уверен, что если Лукашенко в эту авантюру втянется... Ну, это будет последняя его авантюра. Это да. После этого вот его точно свои снесут. Его точно свои снесут. У него нет такого бункера, как у Путина. Я думаю, он это понимает, потому что, несмотря на то, что говорят, что вот этой ночью, следующей ночью, еще какой-то ночью, он все никак не может решиться. И я думаю, что вот этот страх все-таки у него инстинкт самосохранения, как у зверя. Он сейчас очень крепко думает на этот тип. Ну да, вы понимаете, вот эвакуация украинского, простите, из Киева, эвакуация из Киева белорусского посольства, вполне вероятно, это тоже, знаете, жест. Владимир Владимирович, я вот распорядился, вот мы готовимся, нам надо дипломатов эвакуировать, вот прежде чем начинать. Вот я, значит, распорядился, чтобы эвакуировали. Потом еще какую-нибудь отговорку найдет. Я думаю, что он ждет, хочет посмотреть, чем на фронтах войны в Украине все дальше будет заканчиваться. Субтитры создавал DimaTorzok